Здравствуйте! Сегодня 28 июня и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Ситуация на азиатских и европейских торгах в пятницу складывалась не в пользу рисковых активов. Усилению пессимизма участников торговли способствовали слухи о возможности понижения кредитного рейтинга Европейского инвестиционного банка. К тому же стресс теста австрийских банков, активно продвигаемый сейчас Евросоюз, продемонстрировали необходимость увеличения их капитала, что также усилило беспокойство инвесторов по поводу проблем европейского банковского сектора. На этом фоне единая валюта подверглась активным распродажам, причем среди продавцов были отмечены хедж-фонды, которые активно избавлялись от евро. Снижение единой валюты продолжалось до отметки 1,2254, ставшей минимальным уровнем дня. Однако на помощь евро пришла негативная экономическая статистика из США, опубликованная в начале американской сессии. Объем ВВП за первый квартал оказался ниже прогнозов, что вызвало активизацию спроса на евро и позволило паре вернуться четырехдневным максимумом вблизи отметки 1,2394. Сегодня в начале дня предполагаем новую попытку снижения пары с целью достичь уровней 1,2147, 1,2104, а далее разворот евро на восходящее движение в направлении 1,2397. Вместе с тем вполне вероятен подъем пары и от текущих уровней, что подтвердится пробоем вверх недельного максимума на 1,2466. В этом случае целью дальнейшего подъема станет уровень 1,2513. Британский фунт на торгах в пятницу повторил динамику евро, сначала снизившись к минимальному уровню дня 1,4856, а затем после выхода негативной американской статистики вернувшись к активному росту. На подъеме пара фунт-доллар отыграла все потери предыдущего дня, установив максимум на отметке 1,5076. Настрой на рынке по-прежнему благоприятен для британской валюты. Тем не менее, в начале сегодняшних торгов ожидаем краткосрочную коррекцию фунта целевым уровнем 1,5021, 1,4986, 1,4934, а далее возобновление подъема с целью движения 1,5128 и выше. В понедельник Япония опубликует данные по объемам розничной торговли за май, которые по прогнозам экономистов, вероятно, существенно снизятся. В Евросоюзе выйдут показатели по динамике денежных средств обращений, а также объемам кредитования частного сектора. В США будут опубликованы майские данные по изменению уровня доходов и расходов населения, а также основной индекс расходов наличное потребление. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.